Сити-менеджер Орла попросил глав четырех районов города приехать на планерку в мэрию на общественном транспорте. Утром во вторник каждый из них делился подробностями своей поездки. Вы почему карты не оплатили? Понятно. По словам Николая Ванифатова, на сегодняшний день весь общественный транспорт города оснащен устройствами для безналичной оплаты. Были жалобы связаны с тем, что не во всех терминалах читались банки, отдельные банки. Сейчас этот вопрос уважен. В основном это касалось РИЦ. РИЦ провел переговоры с банками, теперь транзакции идти будут. Другая тема, по которой жалобы от Орловчан продолжают поступать, это работа регионального оператора по вывозу мусора. За месяц с небольшим на горячую линию администрации поступило 500 обращений. Большая половина из них касалась ошибок в счетах, указанных в квитанциях. Примерно 25% обращений связаны с фактами перенакопления ТКО на контейнерных площадках, либо мусороприемных камерах МТД. Наиболее острая ситуация стояла в первых декадах января. Тогда отмечалось единовременное перенакопление отходов 90-95 точек первичного накопления. Это было связано безусловно с тем, что перевозчики, определенные региональные операторы, адаптировались к новым местам сбора отходов, отрабатывались графики выводов. Сейчас ситуация в этом отношении стабилизируется, мы одномоментно фиксируем перенакопление по 30-40 адресам. Напомним, в Орле помимо офиса регоператора и энергосбыта открыты еще 5 пунктов приема обращений, куда орловчане могут прийти для уточнения информации в платежных документах. Это 4 районных администрации и мэрия. Что же касается телефонов, то свою АТС региональному оператору предоставила единая диспетчерская служба первой городской управляющей компании. Телефон 8 800 510 510 0 доступен для звонков.